Всем привет, с вами Ильдар и это шоу Худшее. Для тех, кто не в курсе, у меня на канале неделя званого ужина, а точнее обзор пяти худших участников этой передачи. В прошлом выпуске пятое место занял несравненный Николай Должанский со своей экстремальной кухней и тонкому троллингу. Кстати, если ты не смотрел еще прошлую серию, то тычь по ссылке вот сюда. Не бойся, тычь. Посмотрел? Тогда продолжаем! Четвертое место и звание худшего участника передачи «Званый ужин» занимает Владимир Алексеев, более известный как «Мразь». «Мразь». И эту кличку все интернет-сообщество дало ему не зря. Давайте по порядку. Владимир Алексеев, 36 лет, утверждает, что офицер в отставке МВД Украины, но переехав в Россию, работает простым охранником. Почему я говорю, утверждает? Просто этот мужик на свой званый ужин выпросил квартиру у своего друга и пытался гостям впарить, что это его апартаменты. Ну ладно, захотел мужик произвести впечатление, что тут такого? Давайте послушаем, чем же он хотел почивать своих гостей. «Я удивлю всех гостей своим столом, который я приготовлю». Видимо, в жизни Владимира жрать столы – это норма, потому что оправдать его ожирение, кроме как поеданием кухонной мебели, ничем нельзя. Потому что, ну, невозможно разжиреть от еды обычной до такой степени. Владимир, какое место займете? «Хочу быть первым. Всегда быть первым. Везде быть первым. Я же украинец. Вот так вот. То есть хохол». Без комментариев. Без комментариев. В общем, наш жирный хохол в засаленной майке собирается победить. Кормить людей будет картопляниками. Это картофельные котлеты. Украинский борщ со шкварками на сале. Нарезанные фрукты с йогуртом. Сбегая вперед, скажу, что блюда не такие уж плохие вышли. Кто-то одобрил его кулинарное мастерство, кто-то вообще ничего не ел. Но это не так важно. А важно то, что этот мужик на своем званом ужине просто нажрался водки. Самое интересное, что все гости пили из обычных рюмок, а наш Вованхли стал беленькую из винного бокала. Гурман. «Это наш гурман, кто что имеет против. Это наш гурман лучший в этом районе. Это наш гурман, 24 часа. Ты приходи к нам, и все увидишь сам». Изрядно нажравшись, мразь предложил людям развлечение. Итак, вопрос. Какое развлечение он предложил? А. Станцевать польку-дрыстушку. Б. Станцевать танец живота. С. Выпить еще водки. И Д. Послушать, как поет Володя. Итак, правильный ответ. «Может вам польку-дрыстушку станцевать? Или танец живота? Второй будет лучше. Не дождетесь? А споем одну всем известную песню «Пидманула пидвела». А теперь я попрошу вас насладиться чудным голосом Владимира. «Ах, ты казала, он на делю разом пидем на веселье. Я пришел, ты понимаешь? Пидманула пидвела». Знаете, я сразу подумал, что у этого мужика инсульт, и почему все окружающие его люди не вызывают скорую. Но потом я увидел, что это просто обычный припадок, и его быстро отпустило. А еще, как круто Володя изменил слова в легендарной песне. «Ты ж, Мине, подъебнула». Походу, Володю женщины не просто обманывают, а подъебывают. «Володя, я сегодня не приду ночевать». «Хахлюю кому-то попрэшся, да?» «Вообще-то да, потому что ты ж жирная мразь». Ну а дальше нужно просто смотреть. «Пидвела, ты ж мане молодого зумарозума звела». «Пидвела, ты ж мане молодого зумарозума звела». «Пизб***ь». «Индийский именно белый». «Ну а чё тут тебе понравилось? Володя продолжал. «Да ну, блядь». «Володя, так, давайте...» «Я не буду больше петь, блядь». «Ну не выйди, нахуй». «Ну ладно, блядь, ну это и даже интересно». «Она забивает своей мэй». «Тебя не забьешь, не волнуйся». «Нет, я петь не буду дальше, всё». «Да, она убила барабан, я ж не...» «Ху** по слову не тарахел, блядь». «А что тебе мешало?» «Вовка, это отлично, это же отлично. Лера запела». «Володя просто обиделся, всё». «Оказывается, наша жирная мразь, очень тонкая натура, и эта наглая вегетарианская девка всю песню забила своими...» «Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй». «Взрослый мужик выглядит как семилетний мальчик, которому на рынке не купили игрушку, и он смертельно обиделся на весь мир». «Кстати, каждую фразу Володи из прошлого момента пользователи интернета моментально растаскали на цитаты». «Но я хочу добавить ещё одну вкопилку. Мне кажется, многие пропустили вот этот вот момент». «Если сегодня вечером стол будет слабенький, и я не наемся, во-первых, на ночь наедаться нельзя, ну, во-вторых, не судьба на халяву покушать хорошо». «А это всё потому, что в Вове живёт три разных человека. Не разотроение личности, а там, внутри у него живёт три разных человека». «Обще Володя отвратно вёл себя и на остальных званых ужинах. Например, у веганши он весь ужин практически проспал. Хотя это понятно, есть там было для него нечего, и дабы не тратить лишнюю энергию, украинский медведь впал в спячку». «Ну и напоследок». «Владимир, вы пригласили вас к нам на передачу во второй раз. Как вы настроены?» «Как я настроен? Конечно, на победу. Есть желание. Но будут ли возможности, это неизвестно. Но, конечно, хочется реаби... 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 ленироваться». «За ужасные манеры, за полное неуважение к другим участникам, и за то, что он просто жирная мразь, Володя заслуживает четвертое место. Ну а завтра, примерно в это же время, вы узнаете, кто же занял третье место рейтинга худших участников передачи «Званый ужин». С вами был Ильдар. Не забудь обязательно подписаться на канал, поставить палец вверх, рассказать друзьям, поцеловать маму на ночь и выпить стакан молока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok